Виктор Викторович Федотов 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 Они понимали происходящие события, могли предвидеть их, как мы сейчас сказали, базисный тренд, базисный вектор, и последствия эти могли предвидеть. Они ведь задумывались над этим, но в наших комментариях мы попытаемся делать с высоты XX века исторической науки такие наблюдения, которые сразу интересно будет сказать. Понимали современники? Или понимали они сознательно, что-то игнорировали и ставили какие-то другие цели? Или вот мы не понимали, они не понимали, или мы далеко не всё понимаем? Вот очень интересно, мне кажется, будет обращать внимание на такие детали. Итак, уже известно из общего обзора поздней Римской империи, как и из обзора Римской империи III века, отчасти эпохи Принципата, что очень существенной была опора в управлении на римскую армию. И армия становилась в привилегированном положении в римском государстве. И особенно эти привилегии ощущались в период экономических трудностей. И, соответственно, что такое привилегии? Это то, что освобождает от бремени экономических трудностей часть населения, а другая часть это бремя несёт и, видимо, начинает нести в более тяжёлых формах. Какие-то процессы всё равно нужно решать, так вот, за чей счёт их надо будет решать, эти проблемы? И при Диоклетиане местная знать по латыни, члены местной знати, местных городских советов, сельских советов назывались термином декурионы, термином куриалы, ну курия это вот совет, собрание такое. И так вот местная знать и дети вот этих декурионов обманом начали поступать на военную службу. Значит, естественно, коль скоро это в законодательстве империи отражено, получило достаточно широкое распространение. Коль скоро это совершается обманом, значит, есть какая-то существенная мотивация, значит, она связана с привилегиями. И вот здесь очень интересный вывод. Из одного этого законодательного акта, если бы другое всё не сохранилось, если бы мы не знали размеры жалования солдатам, формы довольствия солдатам, и легионерам, и командирам, уже на основании вот такого исторического наблюдения, такого источника, можно сделать научное предположение, и с большой вероятностью оно окажется правильным. Так что мы будем ещё и методологию здесь пытаться обрабатывать, отрабатывать в этой беседе. Значит, вот в этих указах Диоклетиана говорится, поясняется, что обманом поступали декурионы и их дети для того, на военную службу, чтобы избавиться от гражданских повинностей. И римский император начал бороться с этим явлениями. Опять интересно поставить вопрос, вот так ли это важно с этим бороться? Что было бы, если бы он не боролся? Ну, сразу, может быть, кто-то ответит. Ну, а кто же будет тогда нести повинности? Кто-то должен нести. Но, с другой стороны, процент местной знати по отношению ко всему населению не очень большой. Там 100 членов совета, и 10 тысяч, там, 50 тысяч населения этой гражданской, городской общины. Или немножко здесь численный баланс был другим. Значит, надо такие ситуации доследовать. И вот между строк пытаться все глубже и глубже проникнуть возникавшие тогда проблемы. Ну, вот, на первый взгляд, такой запрет для декуренов и их детей поступления на военную службу обманом говорит о тенденции превратить армию в военное сословие. Такой тезис подкрепляется тем, что мы встретим в законодательстве неоднократно распоряжение относительно ветеранов и их детей, которые тоже должны поступать на военную службу, то есть обеспечивать комплектование армии. Ну, и поскольку само понятие военное сословие не единственное вообще в истории, не только на примере поздней Римской империи известно, оно широко известно на примере древневосточных государств. И на территории этих государств образовались провинции, восточные провинции поздней Римской империи и ранней Римской империи. А до этого там были эллинистические царства, они наследовали традиции еще самостоятельных древневосточных государств. А поскольку эти государства были действительно на Востоке очень древние, существовали намного дольше, чем Рим и греческие государства, тысячи лет, то те военные сословия, которые там отмечены в памятниках письменности, интересно, как формировались. Вот в данном случае в Риме это явление исторически позднее, результат некой эволюции государства. В ранней римской истории формы защиты мы видим как всеобщая воинская обязанность граждан. Гражданская община, все должны защищать ее. Также мы видим это и в ранней греческой истории. Может быть, вот такие же формы организации были и на Древнем Востоке, но еще намного раньше, чем в античном мире, когда и письменных памятников нет, и мы все там только начинаем гипотетически восстанавливать. А потом вот происходит эволюция, тогда получится, что она неизбежно идет по сходному сценарию. Вот уже некие экономические и социально-политические законы мы можем здесь прослеживать, некие ритмы развития, да еще сравнивать с тем, что было в после античном обществе. Ну, пока в обзорной беседе достаточно постановки таких вопросов. Возвращаемся к Диаклетиану. Меры Диаклетиана пытался повторить император Константин. Это говорит о насущности проблем, на которые Диаклетиан реагировал и повторяет, подтверждает важность того, что мы на них пытаемся долго задержать наше внимание. Константин приказал в 325 году отчислить с военной службы тех докурионов, которые поступили на нее, за исключением случаев, когда они уже успели дослужиться до следующих чинов, до относительно важной в масштабах легиона должности примепила. Вот такой средний офицер, наверное, или старший офицер в легионе. Ну, понятно, было мало таких командных должностей, ничего страшного, если отдельные здесь останутся выходцы из других сословий. А вот так массовое явление, мы видим, здесь пытается не только затормозить, но и повернуть спять Константин. И опять вопрос, почему, для чего он это делает? Может быть, была такая цель, не допустить сокращение сословия докурионов? Ну, тогда вопрос, а что плохого было бы в сокращении такого сословия? Наверняка это императорский совет должен был обсуждать и вот эти все просчитывать будущие варианты развития. В 320 году, смотрим дальше, может быть, нам ситуация здесь подскажет, как развивалась римская экономика. В 320 году раздавать ветеранам пустующие земли было разрешено, это было не ново, но к этому добавилось вечное освобождение от податей. В 326 году Константин издал указ о сыновьях ветеранов, военных ветеранов, легионеров. И вот по этому указу мы видим явную тенденцию превращения армии в военное сословие. Тенденция это еще не значит, что все вот так и было и окончилось, но тенденция такая есть. Когда в поздней Римской империи военную службу начнут проходить в римском государстве уже варвары и не рассеяно отдельными группами по 50-60 человек, а потом массами под командованием своих этнических лидеров, мы скажем, вождей, начальников, то это ведь тоже замкнутая какая-то группа корпорации. У них и язык свой, и традиции свои, туда чужак уже не проникнет. Значит, и то явление тоже вот с точки зрения сословной терминологии нам будет очень важно. Поэтому если понятие сословия как реальность социальная, социально-политическая, социально-экономическая существует и в эпоху средних веков, а уже человек более-менее образованный по школьной программе, вряд ли это будет отрицать, то мы можем здесь еще более какие-то универсальные исторические закономерности пытаться реконструировать и потом проверять наше представление. Итак, Константин добавил обязательства не только в отношении сыновей ветеранов римских легионеров, но также на потомков, более таких отдаленных фактически эти обязательства тоже начнут распространяться. И сыновья ветеранов должны были стать или декурионами, то есть попасть в одно из уже существующих сословий, привилегированных несколько, но по старым римским представлениям, или они должны были идти на военную службу, то есть только два варианта социальных ролей для них предусмотрены. И тем самым мы можем отметить, что действительно было желание не допустить сокращения сословия декурионов, даже вот за счет внешнего, как мы скажем, демографического притока, за счет другого сословия, привилегированного за счет военного сословия, или его потенциального источника пополнения военного сословия. Дальше в отношении армии мы видим, что пополнение начинает происходить уже не столько извне, по призыву, да, а отчасти изнутри, отчасти наследственно. И декурионы пополняются тоже изнутри своего сословия, из муниципальной знатьи. В 327 году издано новое распоряжение о зачислении сыновей ветеранов в куриалы. Вот тенденцию, которую мы только что отметили, мы видим, римское законодательство в очередной раз укрепляет, распространяет, именно вот устанавливая взаимосвязь между этими двумя сословиями. В 329 году приказано проводить розыск тех, кто скрылся после избрания магистратом. Латинский термин магистрат, это означает должностное лицо. И, видимо, вот определенные вышерассмотренные ситуации тоже под эту правовую норму попадали. Вот Куриал, Декурион, военные командиры, вот это магистрат или это не магистрат. Но явления какие-то мы здесь, во всяком случае, видим достаточно сходные в законодательстве отмечены. В 342 году в Куриалы были зачислены все, кто имел более 6 гектаров земли. Но 6 гектаров это не так много. Правда, на плодородных землях Римской империи это достаточно, но вот для средневековой России, как известно, и России нового времени до реформы 1861 года, это примерно крестьянский надел. Ну, конечно, в Средиземноморье объем урожая был больше, и объем выручки, товарной, денежной после продажи был, конечно, больше. Но, значит, законодательство здесь затрагивает вопрос о связи земли с социальным положением, связи землевладельца, социальным статусом, возможность исчезновения какого-то привычного процента землевладельцев, да, возможность что, или перехода земли в другие руки, или запустение земель. Вот все это были реалии, на самом деле, в поздней Римской империи. Куреалы избегали того, чтобы нести в городе разорительные для них обязанности, повинности, обеспечивать поступление каких-то платежей, и были готовы переселиться в деревню. И в постановлении 367 года говорится, что уже многочисленными законами запрещены такие переселения в деревню, поскольку это приводит к запустению городов. Вот еще одна новая экономическая проблема и тенденция, социально-экономическая. Не только запустение сельских территорий, пустующие земли, но и запустение, оказывается, городов. А города – это, ну, центры управления, центры какой-то традиционной культуры, центры, ну, какие-то потенциальные обороны, наверное, это центры торговли, перераспределения товаров. Вот нужно рассматривать все многочисленные функции городов. И вот мы видим здесь, на языке демографии, запустение городов – это демографический процесс. Происходит изменение качества населения, изменение размещения населения, стихийно ли, да? Это вот только в 20 веке, в конце 20 века стало возможно говорить на таком языке и унифицировать все, что нам известно, вот под эти вечные явления развития. Потому что люди рождаются всегда в разные эпохи, или много, или мало, или больше рождаются, чем до сих пор жило здесь, или меньше рождаются, или переселяются – это универсальное явление. И вот попытаемся смотреть, какие заметны стимулы, какая реакция, и какое регулирование этих процессов было в эпоху поздней Римской империи. По данным археологии, вот то, что в римском законодательстве отмечено, запустение городов, на первый взгляд подтверждается, потому что действительно значительно сокращается обитаемая площадь внутри городских стен, например, на территории Гальских провинций, поздней Римской империи. Но здесь материал, естественно, связан с сохранностью источников. Но Гальские провинции имеют все-таки некоторую особенность. Если бы везде можно было сразу получить материал, там, для третьего века, для такого-то десятилетия, четвертого, пятого века, любую точку на карте указать и сразу получить статистику, как вот в современную эпоху это сделать можно. Должно быть такое очень легко, конечно. А вот в то время раскопки не везде проводились одинаково, не везде сохранность одинаковая. Поэтому в научной литературе XX века, середины XX века, зарубежной, французской научной литературе отмечалось, что пример раскопок в Галлии и изучение площади городов эпохи поздней Римской империи может быть не очень убедителен, потому что причины сокращения поселения внутри городских укреплений могут быть совсем иные. А именно связано это с многочисленными набегами, с желанием избегнуть пленения, разрушения городов, с угодом в плен, с эпидемиями, а не с чисто вот таким экономическим желанием переселиться в деревню, вести там свое хозяйство, что общую численность населения в данном большом регионе не изменяет просто, и его перераспределяет немножко. Дальше мы смотрим. В 386 году на Куреалов была возложена ответственность за растраты, которые совершены людьми, коих выбрали эти Куреалы на роль и сборщиков налогов, и тех, кто должен принимать уже собранные налоги и куда-то дальше отправлять, перераспределять. И вот здесь мы видим Куреалы, это члены местных советов. Они имеют свободу выбирать тех или других для важных для государства обязанностей. Император им не указывает, на местных провинций не указывает, кого выбирать. Лишь бы это работало. Нужен только конечный результат налоги. Значит, здесь перед нами элементы местного самоуправления, бесспорно. В какой-то ограниченной степени, не полностью, но элементы самоуправления есть. И вот насколько эффективным оказывается известное тогда, по тем или иным причинам возникшее, законодательно отмеченное самоуправление. В данном случае мы видим, что оно неэффективно. Императорской власти приходится вмешиваться, потому что без ответственности за тех, кого вы выбрали, и выбор будет бесплоден, и ситуация ухочется. И на данной территории, и в соседних территориях, где каждая ячейка должна вносить какой-то вклад в общий пирог, в общий ход развития. Дальше что мы видим? В 396 году издается указ о конфискации имений и деревень, в которые куреалы бежали из городов. Мы видим тенденция уже около 100 лет заметна. Законодательные попытки ее отрегулировать, скорректировать, замедлить, изменить, неэффективны. И просто ужесточается наказание куда еще дальше. Ну и дальше вот эти тенденции тоже будут. Значит, бежали из городов, значит, сокращение населения городов. И, казалось бы, должен быть приток населения в деревне, расцвет деревень, расцвет сельского населения как производителя основной сельскохозяйственной продукции, земледелия, скотоводства и тогда процветание продовольственное. Но этого тоже мы не констатируем для поздней Римской империи. Значит, еще какие-то здесь процессы. Может быть, просто лично как-то прожить, не вступая в роль товарного производителя, уже не связывая то, что человек может сделать с тем, чтобы вот это касалось кого-то, кроме его семьи. А каждый пусть по-своему, да, выходит из кризиса. Вот такие явления, бесспорно, они происходили в поздней Римской империи. Значит, Римская деревня казалась привлекательной из-за неудовлетворительного снабжения городов и городской торговли, которая замирала в городах. Это ясно. А как было в деревне, вот пока по точным источникам мы еще не видели. А в 423 году куриалам разрешено продавать имение только в том случае, если куриалы докажут необходимость этого перед провинциальными властями. Вот эта законодательная норма показывает, что в местное самоуправление, в местную жизнь, свободу экономического развития, начинает вмешиваться государство еще сильнее. Провинциальная власть, она назначается уже сверху, там были префектуры, и вот надо доказать необходимость тех или иных экономических шагов. А в противном случае покупатель серьезные санкции, введенные законами, теряет деньги, и сделка объявляется недействительной, а имение возвращается. Значит, если кто-то купил у куриала имение, а куриал предварительно не доказал местному магистрату, там в роли, условно говоря, наместника провинции или его подчиненных служащих, что это было необходимо, то вот, надеясь вести эффективное хозяйство, может быть, на этой земле, там найти приют, там какой-то беглец, переселенец, он испытывает полное разочарование. Не менее у него отбираются, деньги не возвращаются, и, значит, мы видим со стороны и продавца, и покупателя вот такие должны быть угрозы, которые должны их воспрепятствовать действием в нежелательном направлении для римского государства. Теперь продолжаем рассматривать ситуации. Куриалы, недавно еще до этого момента стремившиеся в деревню, теперь вслед за колоннами, по сути дела, прикрепляются к земле. Ведь если надо доказывать необходимость продажи имения, а какими мотивами это доказывать, какими аргументами, а кто-то скажет, вот ваши доказательства неубедительны, у нас иные здесь соображения, ведь это мы всей подоплеки не знаем. И, может быть, была свобода дискуссии, там, и свобода для провинциальных властей, вот обозначение приоритетов и мотивации запретов то или иное делать, да? Никуда от этого имения не денешься, значит, ты обязан его иметь, содержать, жить, платить налоги. И вот это местное, казалось бы, знать, она в сущности прикрепляется к земле, да? Так как и колонны, и все время, которое связано с этим, она должна теперь нести сама. И сама, и не только покупатель, вот мы и рассматривали ситуацию, мог откуда-то прийти и приобрести имение, но и вот этот владелец имения, может быть, хотел продать, выйти в другое место и там, по причинам климата, большего плодородия, каких-то экономических процессов, вести тоже, по сути, хозяйство, а может быть, и не тоже, может быть, перейти к ремеслу, может быть, еще, но даже если тоже, то уже он этой возможности не имеет. Значит, опять-таки, саморегуляция здесь тормозится, и всякое перераспределение, как мы скажем, производительных сил, да, и вот экономики, регуляция тормозится. И к чему должно это приводить? Если все так мудро, может быть, должно приводить к расцвету, а если не так все мудро, может быть, к упадку, как любое торможение, а вот упадок-то и раньше был, когда не было запрета на саморегуляцию. Вот какая цепочка очень сложных вопросов возникает, и их, по крайней мере, современники понимали. Дальше мы смотрим. Куреалы, таким образом, не могут выходить из своего сословия и обязаны платить подземельный налог. Комплектование армии в это время приводит и констатирует то, что недостаток внутреннего источника за счет сыновей ветеранов, недостаток каких-то традиционных источников, и широко используются представители иных этнических групп. Римляне говорили варваров. Дальше. Экономическая проблема для военного положения поздней Римской империи состоит в том, что все границы уже нет возможности охранять столь же привилегированными людьми и так охранять, чтобы охрана была эффективна. Воинам начинают платить неполноценной монетой. Это вызывает недовольство в римских легионах и на фоне недостатка товаров естественно малая покупательная способность у этой монеты. Вот дальше просто интересно остановиться и перед обращением к источникам поставить вопросы, серию вопросов, неизбежных вариантов развития. Что должно происходить, коль скоро люди здесь живут, не разбегаются, не завоеваны пока гунными, не истреблены эпидемиями, хотят, видимо, они жить. Что вот сделать в этой ситуации? Не так сложно перебрать всякие разные варианты. Ну вот теперь обратимся к источникам. И источники покажут, что вот именно то, что должно было происходить, оно и происходит. Мотивация у нас выходит на первый план. Ветераны в периоды кризисов начинают заниматься разбоем. А как им иначе прокормиться, да? В 353 году появляется указ о необходимости, если ветераны занимаются разбоем, грабежами, о необходимости лишать их привилегий и наказывать. Ну, казалось бы, с точки зрения нормального права это естественно. Ну, а если их не содержат и не платят, то как же им жить, на что жить, да? Солдаты, которые размещены были на постоях в римской армии, вот это явление размещения солдат на постой, их содержание за счет местных ресурсов уже не военного населения, не мобилизованного, не военно-сословного населения, оно тоже очень широкое. Оно наблюдается и в поздней античной эпохе, и в Средневековье, и в начале Нового времени наблюдается. Это просто неизбежность любой реальной такой ситуации, становящейся массовой. Солдаты, вот она, постоя в деревнях, начинают получать плату от местных жителей, коль солдаты это представители, как мы скажем, силовых структур, да, вот накачанные такие, сильные люди, тренированные с вооружением, с защитой, с приемами вот введения там боевых действий, значит, могут они что-то сделать, и заказ на, вот их деяния, конечно, присутствует, да, местный, такой, скажем, да, социальный заказ. И под прикрытием своей силы, солдаты, за оплату от местных жителей, у которых они на посту и находятся, они начинают отнимать, не у этих жителей, а у соседних деревень, отнимать скот, отнимать землю, вырубать деревья, там, для продажи, для отопления, то есть, превращаясь в сельских наемников, мы видим здесь автономизацию военной силы, просто, не только вот легион, идет туда, куда прикажет император, а вот мелкие группы в отдельных деревнях начинают свои потенции, вот силовой структуры, использовать по мелким поводам, идя на поводу и следуя заказу тех, кто просто их начинает содержать, коль скоро они получают неполноценную монету, брошенную, в сущности, на произвол судьбы, вот тенденция, очень такая серьезная, объясняющая магистральное направление распада римского государства, вот, это середина четвертого века, вторая половина четвертого века, дальше эти солдаты начинают служить тому, кто больше заплатит, если соседняя деревня начнет с кем-то объединяться или могучного покровителя найдет, так они деревню, где стояли, будут грабить, да, кто больше заплатит, на того и служат, то есть, явление в основе здесь наемничества, скрытое наемничество и децентрализация вот этой военной силы, вот, и при этом такие войны не переставали числиться на государственной службе и не переставали получать государственное содержание в Римской империи, но это содержание было чисто символическим, скудным. В 313 году возвращаемся немножко раньше и возвращаемся потому, что начинаем рассматривать другие социальные структуры и возвращаемся к эпохе Константина. 313 год Константин только-только упрочился у власти, победил своих конкурентов, умирает Диоклетиан в это время, уже добровольно несколько лет живший частным человеком, и вот Эдикт Медиаланский о веротерпимости Константин издает и вот что параллельно в экономике он делает. Константин освобождает от повинности и городской плебс. Затем на протяжении 4 века вторично освобождается от повинности и городской плебс в 398 году. Интересно посмотреть, почему это сделано. Если бы этого не было сделано, это просто декларативное действие, связанное с какой-то популярностью, с поиском популярности и с поддержкой, с предотвращением мятежей или повинности были настолько тягостны, что уж их платить не из чего было. Но этот вариант возможен. Вот только что мы рассматривали ситуацию с декурионами в городах, со знатью, с армией, ситуацию в деревнях, но уж плебс-то подавно он всегда должен быть крайним, на то это и бедные люди. Скорее всего вот такой вариант. мы продолжаем обсуждать методологию полезную там, где пока информация источников не полна для детального проникновения в ситуацию. Дальше в законодательстве поздней Римской империи уделяется внимание рабам, не только плебсу. и начиная с Константина это влияние законодательства на положение рабов явно демонстрирует христианский элемент культуры. Это империя, где христианство перестает быть гонимым, а потом становится главной религией, единственной разрешенной религией в Римской империи. Значит, смотрим, что здесь может быть мотивацией таких поступков императора. Константин, ведь он крестился только перед смертью. Может быть, он предполагал, чтобы не произошло разочарование значительной части населения, в христианстве, которое он теперь широко разрешил, которое широко распространено, и вот надо делать такие уступки. Может быть, еще какие-то были мотивации. Вот здесь все варианты желательно обсуждать, кроме пользы для отработки методики анализа и культурного развития. Это ничего не принесет нам. Дальше. вот такие меры могли предполагать ответные меры, ожидаемые ответные шаги, скажем, чтобы руководители христианских общин уже была иерархичная структура, уже были и епископы, и другие лица, если мы рассмотрим формирующиеся церковное право, отказывались от критики императорской политики, вот понятие уже в богословии возникнет, симфония, государственной церковной власти. вот мы находимся у самых истоков этих процессов, когда они снаружи наблюдались законодателями римскими, и сами императоры в лице Константина даже не были христианами, он крестился только перед смертью, а мы пытаемся рассматривать истоки ситуации. В 319 году это правление Константина по римским нововведениям правовым господин признается виновным в убийстве своего раба, если он совершает убийство. И в 319 году в том же году запрещается декурионам вступать в браки с рабынями под страхом ссылки и конфискации имущества, конфискации имений. Но тем не менее начинаем читать дальше между строк. Хорошо, если это запрещается знать и местной вступать в брак с рабынями, значит, наверное, это достаточно распространялось уже явление. Ну, а другим-то людям свободным не запрещается. Вообще никак на это не реагирует законодательство. Значит, они, наверное, были еще более частыми такие явления. И вот мы видим процесс размытия сословий традиционных, казалось бы, как вот в такой марксистской историографии антагонистические классы, но вот здесь наоборот границы очень такие нечеткие, не резкие, непонятные даже вот и мы видим эти смешанные семьи возникают. Константин распорядился провести передел собственников рабов на одном из островов рядом с Италией на Сардинии с целью воссоединить семьи, которые вот связаны с рабами. в интересах рабов мы видим вот такая демографическая мера принята в законодательстве. В 364 году в другой провинции в Иллирике предписано назначать патронов городов из числа бывших управляющих римскими провинциями и других чиновников для того, чтобы защитить плебс, простонародье от беззакония могущественных лиц. Вот это очень тоже интересное явление, требующее комментария. Оно на примере законодательства локальное, касается провинции Иллирик, но эти все придунайские провинции были очень важными. Там римский лимис проходил, защищающий вот переселенцев из Европы, огромный такой, безбрежный. И мы видим в сущности формирование двоевластия. Могущественные лица начинают осуществлять произвол, с которым некому бороться, не подчиняются законам. И те, кого они обижают, притесняют, захватывают их земли, заставляют себе служить, никак не могут. Армия тут тоже мы видим не может, она выполняет заказы тех, кто больше заплатит. А вот патрон города это уже чиновник высокого ранга. Управляющий провинцией должен быть его прежний чин, прежняя должность только потом. А это еще более высокая должность. И тогда он со своим влиянием, со своими связями считается способен вот как-то обуздать местный произвол. А могучные лица это какие лица? Это лица, которые стали могучными в результате свободного экономического развития. Прежде всего обогащения. Теми или иными способами, эффективным ли хозяйством, награбленным хозяйством связями с варварами, еще какими-то способами. Естественно, это могущество. Вот такие комментарии нам показывают глубинные процессы. До этого момента их понимали, конечно, и современники, иначе не было бы этих всех явлений. А какая там еще подоплека? Ну, пока в такой беседе мы ограничимся этим уровнем углубления. Могущественные лица начинали образовывать государство в государстве, в сущности говоря. И этот процесс оказывается и дальше необратимым. И иногда в этом явлении в историографии, посвященной поздней империи и уже феодальной Европе, начинают видеть исследователи зарубежные в 20 веке признаки феодализации поздней римской империи. То есть не вот эта дата 476 год, грань между рабовладельческой римской империи и феодальной Европы. А намного раньше, 3 век, 4 век, весь 5 век. Признаки есть, может быть, это существенные, главные, мощные традиции. Или какие-то другие признаки тоже есть, роднятся с феодальным обществом, но это может быть несущественно, не в комплексе проявляется. Вот как идет экономический анализ и философия такая, истории, историческая социология, историческая политология явно должна привлекаться для анализа этих явлений со всей своей терминологией, которой не было еще в 19 веке. Это уровень смежных наук конца 20 века. И что происходит еще отмечается в историографии, в зарубежной основном историографии, второй половины 20 века, возникновение сеньоров, вокруг которых концентрируются вассалы. Вот такое явление, известное в средневековой Европе, в раннесредневековой Европе, имеет своим корнем процессы поздней Римской империи, по крайней мере западной части поздней Римской империи. И государство, мы видим, создает привилегии высшим чиновникам и распространяет эти привилегии на тех, на всех тех, кто связан с этими чиновниками, усиливая только зависимость от местных таких всемогущих управленцев вот зерен кристаллизации вот будущего феодального распада общества. В 346-349 годах имущество сенаторов и их люди были освобождены в римском законодательстве от тех повинностей, которые требовались с простонародья, с плебса, и не должны были принуждаться к исполнению недостойных, как там формулировалось, функций для недостойных для сенаторов. И даже для их людей, всех, кто с ними связан. Да, вот сенатор тут уже укажет, кого он причисляет к своим людям, кого не причисляет, и все они получают привилегии. Беглые колонны, которые были недовольны прежним хозяином, колонны это мелкие арендаторы, ведущие обработку земли, да, и вот беглые колонны начинают искать у таких лиц покровительства. Побег колонов преследуется, а вот возможность оказывать покровительство стимулируется, в том числе и тем, кто бежал. То есть, вот мы видим здесь одной рукой дает, другой рукой отнимает, а в итоге процесс-то сам, вот бегство колонов не исчезает. Вот 360-й год объявлено в рюмском законодательстве о штрафах за так называемые патрацинии над колоннами на территории Египта, египетских провинций. Но мы можем предполагать, весомо предполагать, что и в других провинциях были подобные явления, и может быть они там так вот не тормозились, а именно почему в Египте тормозились. Патрацинии это вот и означает покровительство, покровительство сильных людей, укрывательство, вот даже перед лицом исполнения государственных обязанностей. Это мы вскоре точно тоже увидим. Многочисленные подобные меры останутся все-таки безрезультатными. Штраф за патрацинии будет повторяться, повторяться, ну, значит, покровительство оказывается, и никакой борьбы с этим на деле проводить не удается. В 370-м году введен штраф за покровительство в деревне, немножко вот позже, да, 383-й год. Под страхом конфискации запрещено укрывать в имениях дезертиров из армии. Конечно, дезертирство из армии это нежелательное явление, это обороноспособность сокращает. Мотивации дезертирства мы видим недостаток снабжения, армия существенная, да, или вот надо идти на содержание местных жителей, да, у которых постои и выполнять для них какие-то вот функции тоже незаконные, или вот куда-то бежать. Но еще явление интересное. Запрещается укрывать в имениях, имения это же основа римского общества, это и знатность, и богатство, и оплата налогов, запрещается укрывать разбойников. Очевидно совершенно, да, что это разбойник по всем параметрам, вот, и его оказывается собственник имения может укрыть, не показать, пользоваться его услугами, но вряд ли разбойник начнет заниматься обработкой земли, да, вот, ну, кто эффективнее, дезертир или разбойник, для выполнения каких-то вот таких вот заданий этого владельца имения, может, друг друга начинает учить, да, так мы немножко детективно начинаем развивать в литературной форме вот те реальные массовые ситуации, которые были в художественной форме, в какой-нибудь кинематографической форме, в разных произведениях искусства, это обычно легче всего рассматривать. Ну, и дальше мы должны обратить внимание, что это ведь империя христианская, сколько уже поколений прошло, когда христианство разрешено в Римской империи, сколько уже к этому времени написано христианскими писателями, сколько уже изданы законов об ограничении прежних культов и верований, и сколько таких стимулов для развития вот новых религиозных традиций, уже очень много. И вот в такой ситуации мы тем не менее наблюдаем жизнь в Римской империи. Конечно, вот недаром покровительство оказывается собственниками имений. По свидетельству одного писателя той эпохи латинского Сальвиана, даже служители Божьи, как он пишет, не рисковали осуждать насилие в подобных случаях. И они оправдывали свою позицию благоразумием и рассудительностью. Вот что оставалось делать. Ну, в истории христианских традиций есть понятие ереси и определенные течения вот призывали к бегству, призывали к каким-то формам противодействия, вот так или иначе. Но магистральное направление мы видим здесь вот такое современник отметил. Это все в христоматиях по истории римского государства. Вот в 1960-х годах все материалы эти приведены. Но коль скоро бедняки, обязанные платить налоги, превращаются в подданных богачей и переходят под их право, то они же вот бывшие представители плебса римского перестают быть гражданами собственно и государства всего римского поздней римской империи, по крайней мере на западе. И прямо это означает разрушение поздней империи и вот уже налицо должен быть распад этой империи с чем мы встретимся. и вот те меры, которые применяются пока в законодательстве, они ближайшие какие-то цели имели позитивные, но мы видим магистральных целей предотвращения распада империи они не имели. А могли ли быть какие-то меры, которые бы магистрально предотвратили и текущие последствия завоеваний угроз на границах и магистральный последующий распад. Вот тоже такой историко-философский вопрос. Оскудение римской казны бюджета приводило к запрещению в те годы вывозить золото за пределы империи, вывозить его к варварам. Под страхом суровых наказаний вплоть до смерти разрешалось, запрещалось платить золотом варварам за какие-то товары, услуги. Судья, который оправдал в римском государстве купца, если этот купец выяснилось, платит варварам золотом, он считался виновным в укрывательстве. Вот опять налицо здесь попытки бороться с экономическими тенденциями. в 386 году выносится в законодательство требование, чтобы могущественные лица хотя бы стали вносить налог за того человека, который перешел за их защиту. То есть мы видим, здесь просто констатируется беспомощность римского законодательства запретить эти явления, искоренить их, и перевести просто пытаются юридически эти явления на экономическую платформу. Пусть будет там социальной точки зрения, как оно есть, а чтобы хоть экономика не страдала, чтобы хотя бы бюджет пополнялся. Это последний клапан, если он не будет пополняться, все сразу распадется. Ну дальше какие мы видим явления? Те, кто получал покровительство, вынуждены были отдавать своим защитникам почти все свое имущество. Иногда они отдавали свое имущество на условиях временного использования части этого имущества при своей жизни. Ну в современных экономических терминах мы здесь должны сказать, ну происходит лизинг, да, продает свою недвижимость, там движимость, да, и берет в аренду в лизинг, начинает пользоваться этими постройками, там сейчас машинами, тогда чем-то другим, а он уже не собственник. Дальше мы видим, что дети таких людей по тогдашним уже договорам рождались неимущими, никаких прав у них не было. То, чем владели родители, уже дети не наследуют. И рождались мало того, они не свободными бедняками рождались, они рождались заведомо в зависимости от тех, с кем их родители заключили подобный договор ради защиты. По данным археологии в это время заметно процветание некоторых крупных вилл римских. И вполне вероятно, что хозяйство на этих виллах было организовано более эффективно. Так вот, за счет чего? Может быть, за счет притока вот таких желающих поработать в обмен на укрывательство. А как потом будет в следующем поколении? Вот уже будет наоборот желание бежать с таких поместья, да, неимущие там, но во всяком случае на положение явно крепостных, феодально зависимых людей, эти сельские жители. Значит, здесь мы видим еще какое важное явление. Не рабы переходят в положение феодально зависимых, потому что якобы современники поняли, что выгоднее раба не убивать, как нам в школах говорили в советское время, а выгоднее дать ему возможность вести хозяйство. Никто их не убивал. Уже полтыщи лет запрещено было убивать. Полтыщи лет с лишним рабы знали, что через 20 лет они получат свободу в массе, лишь бы они за 20 лет заработали крупную сумму денег. И в поте лица они зарабатывали. И потом становились римскими магистратами, сенаторами, всадниками становились. Вот какая здесь суть этих процессов на самом деле была. И бывшие свободные мы видим землевладельцы, мелкие колонны просто прикреплялись. И из них именно формировались феодально зависимые сельские жители средневековой Европы. В 395 году в Египте есть случай, когда подобное явление осуждено законодательно. Объявлен штраф за патрацинии над селами, за покровительство над римскими селами. Но штраф этот тоже вряд ли мог быть эффективен. В 399 году под страхом уже конфискации, уже более серьезные меры, опять запрещаются патрацинии над селами. Дальше. Прикрепление колонов к земле нам известно поэтапно благодаря серии последовательных указов. Провозглашается эта мера по инициативе римских императоров. Мотивация такого провозглашения на первый взгляд связана с желанием предотвратить запустение земель. Потому что при отсутствии прикрепления, как на Руси, когда действовал Юрий в день, там можно было переходить, наверное, под влиянием экономических условий, стихийно, благодаря саморегуляции, в плодородной земле, где лучше организовано хозяйство, там лучше организован торговля, сбыт, лучше защищены природными условиями или факторами военной защиты от разорительных набегов варваров, там меньше эпидемий, начинают распределяться производительные силы, приходить люди, способные работать, начинают там трудиться, получать доход, начинают семьи возрастать, следующее поколение увеличивается. А откуда они уходят, эти земли, естественно, пустеют, ну и причина-то какая-то же была, то ли они неплодородные, то ли они опасные из-за набегов, невозможности защититься от набегов, то ли еще по каким-то причинам. И вот сразу можно поставить вопрос, а не будет ли здесь оборотной стороны, не будет ли здесь в итоге тормоза для развития эффективных очагов с потенцией роста производительных сил и наоборот укоренение очагов, где производительные силы не должны развиваться, не могут развиваться, а там принудительно людей заставляют, вот они медленно-медленно дают нам суженный тип воспроизводства населения, не делают то, что они в силах были бы сделать, а страдают в итоге все вместе, да, как иначе объяснять вот падение распад римского государства поздней империи без подобных массовых явлений, которые длились на протяжении поколений, затрагивали миллионы людей, тысячи городов и деревень, не произошло бы того, что нам показывает история. И так вот все, о чем я пытался сейчас говорить, детально в законодательствах распоряжениях того времени у нас прописано. Теперь мы знаем, как вот читать между строк и какие отдельные термины сразу комментировать вот в интересах данных тенденций, подмеченных нами пока как гипотеза, пока чисто теоретически. Значит, перед нами магистральное явление феодализация, имея возможность свободного перехода, крестьяне эту возможность теряют, но крестьяне на нашем языке, на римском языке колонны. Дальше, процветающие хозяйства, потенциально возможные стать еще более процветающими, лишаются возможности притока новой рабочей силы, то есть лишаются возможности увеличить объемы обрабатываемых земель, площади, увеличить на рынок поставляемые товары и тормозятся, процветающие хозяйства. Прикрепление к земле может быть временно только отодвигало кризис, а вот все хозяйства, которые еле-еле сводили концы с копцами, они начинают получать поддержку, естественно, а поддержку за счет других, за счет тех, у кого отнималось то, что они успешно зарабатывали, и это еще больше ведет к негативным явлениям в экономике. В 415 году указано в римском законодательстве, что тот, кто овладел в селах плодородными землями, должен взять в пропорциональном количестве количество плохой, неплодородной земли. вот очень характерное явление. Если он должен взять, он должен вложить туда свой труд, неэффективный, как Сизифов труд, он должен платить за нее налоги, а урожай-то не позволит это делать. Значит, тот, мы скажем, прибавочный продукт, или как-то еще иначе, прибыль с плодородных земель обнуляется и уходит на этой же местности на то, чтобы заведомо неплодородные земли просто продолжали для каких-то таблиц, описей, цензов, числяться источником дохода для казны. Вот такое явление. И дальше именно подчеркивается, чтобы из-за нее, за неплодородную землю уплачивались взносы и несли люди повинности. Ну, вот интересно, как можно было сколько-нибудь разумному человеку вот такое нормативное явление подписать? Или он не вдумывался, или будь что будет после нас хоть потоп, да, сейчас бы дыры залатать, а то очередной заговор, вот уже тут дворцовые интриги об этом говорят. Но все возможные варианты мотивации мы видели при общем обзоре поздней Римской империи тоже, конечно, были. И вот это явление в римских анекдотах того времени Рим взят Аларихом, а это оказывается Рим, да, я думал это петух мой, вот погиб от Алариха, один из императоров, и успокоился. Вот такие вот курьезные явления, где нет никакого дела до целого, до важного, только вот сиюминутные задачи культура того времени тоже сохранила. В 332 году запрещен был переход колонов, а беглые должны были возвращаться после розыска, и беглые должны были уплачивать штраф в размере общей суммы податей, которые полагалось им внести за то время, что они от этих податей укрывались. Вот здесь очень интересны исторические аналогии, если мы будем рассматривать законодательные проблемы, связанные с прикреплением крестьян к земле в России. В России вот начало XVII века, рубежа XVI-XVII века, когда происходит отмена Юрьева дня, а потом вот реформа 1861 года, отмена крепостного права. Вот это же классический вариант феодальной зависимости крепостные мы здесь имеем на примере России, более поздний исторически, чем в других странах Европы, а здесь чистый такой вот классический лабораторный чистый вариант исторических истоков возникновения феодальной зависимости и в правовом отношении, и в демографическом, в экономическом отношении. Дальше мы видим, что после поимки и возврата беглого колонна статус этого колонна меняется, он переходит на положение раба. Если колонн не бежал, то он имел право обжаловать в суде увеличение его господином размера податей, которые с него причитались. А вот в противном случае он уже не имел права обжаловать. То есть мы видим опять-таки не рабы становятся менее зависимыми, а вот крепостными, феодально зависимыми. А господину, как в школьных курсах нам говорили, да, вот уже нельзя убивать раба, совсем наоборот. Бывшие свободные прикрепляются к земле, а если они с этим не хотят мириться, они вообще рабами становятся в полном смысле слова. Вот что происходит при феодализации поздней Римской империи и в раннефеодальную эпоху. В 357 году в Италии при продаже имение, новый хозяин имения должен был купить это имение вместе с колоннами, которые числили за этим имением, то есть за обрабатывающими, вместе с обрабатывающими его земледельцами. И нельзя было принуждать колонов переходить на другое место. Ну, запрещение продавать имение отдельно от земли напоминает нам запрет продавать крестьян отдельно от земли, да, и приписанных к земле рабов вместе с имением. Такие же нормы законодательные для гальских провинций в это время появляются. И они поясняются в законах римских. В противном случае произойдет прекращение обработки неистощенного имения, еще плодородного имения. сделка такая объявлялась недействительной. Покупатель опять терял деньги, продавец и его наследники получали собственность обратно. Но опять-таки оборотная сторона мы видим это торможение более интенсивной эксплуатации земель. И пустующие земли при попытке возродить на них хозяйство можно было только за счет противозаконных действий возрождать, за счет укрывательства беглых. Откуда взять источник рабочей силы, если колонны прикрепляются, земледельцы прикрепляются к имениям своим, все продается вместе в едином пакете. Никаких саморегулирующихся процессов перемещения населения, перераспределения рабочей силы, даже в оптимальном случае, даже в интересах возврата в оборот запустевших земель из-за набегов уже тоже невозможно. И вот в 371 году запрещалось уходить из деревни колоннам на территории провинции Лирик и в соседних областях. В 382 году запрещалось нищенствовать пойманных и уличенных в попрошайничестве в нищенстве лиц, если они были свободны и здоровы, обращали в колоннов, прикрепляли к земле и заставляли трудиться и выплачивать налог за обработку земли. В 386 году устанавливался штраф за подстрекательство колонов к переходу. Ну вот эта деталь тоже нам очень интересна. Подстрекательство не к бегству, а к переходу. Значит, уже есть заказчик, который готов разместить у себя в обмен на какую-то организацию хозяйства, суды, помощь в организации хозяйства, новые рабочие руки и платить за это и деньги, и налоги, увеличить свое производство, повысить производительность труда, земли повысить. И он не может это сделать, потому что перераспределение вообще всякой силы тут заторможено законодательно. ну правда может быть его там вообще издалека этого заказчика тут привлекает зрелище в каких-то иных провинциях. Но запрещено в Палестине например уходить колоннам. До тех пор Палестина была исключением из этих законодательных нововведений. В Афракии было объявлено, что если колонов считать лично свободными, то следует рассматривать их как рабов самой земли. Вот мы видим явление философское и юридически осмысленное современниками и юристами эпохи поздней империи. Земледелец мелкий лично свободен, но он раб самой земли. А землевладелец несущий обязанности патрона организатора хозяйства, пользующийся правами господина, тоже вот так вот объявляется в своих функциях на философском уровне. В 419 году срок возвращения беглого колона для мужчин был определен в 30 лет. Практически весь трудоспособный возраст. для женщин женщины тоже занимались обработкой земли. Вот, ну, семьи колонов, наверное, были, да? Срок составлял 20 лет возвращения беглого колона. Но мы видим в других случаях уже в эпоху европейского феодализма тоже вот такие сроки за давностью они были, потом они отменялись становились бессрочными эти меры по возврату беглых прикрепленных к земле. Кроме колонов пытались бежать и ремесленники. В 398 году объявлялся розыск тех ремесленников, которые скрывались. И предписано было этих ремесленников клеймить наподобие рекрутов, чтобы вот уже никак они не могли избежать этого свидетельства, своего статуса. В 365 году в азиатских провинциях издано распоряжение, которое лишило колонов права передавать другим лицам даже то, что было собственностью самих колонов, если это не будет одобрено патроном. То есть мы видим свобода колона полностью здесь аннулируется, он лично свободен, но экономических уже никаких действий, даже мелкий инвентарь в собственности уже никому нельзя, ни в аренду дать, ни в лизинг, источника дохода нет, и продать нельзя, никак нельзя. Какие-то орудия труда колонн мог арендовать у хозяина, их и так нельзя было передавать другим лицам, но даже теперь собственные орудия он не может никак по своему усмотрению использовать. Экономически это приравнивает колонну к рабам таким классическим, и вскоре в римских законах появляется полное юридическое приравнивание к рабам. В 390 году поясняется, что колонны являются как бы рабами по отношению к тем, кому они платят ежегодные подати. Поскольку уже было много постановлений, которые разрешали продавать колонны вместе с имением, объявляли имущество колоннов, принадлежащим тому, кому принадлежат сами колонны, их личность принадлежит. Запрещено продавать без ведома господина, все. И на этом основании в римских законодательных актах делается вывод. Не следует разрешать колоннам выступать перед законом на равных вместе с господином. Колоннам запрещается покушаться в суде на достоинство и господина и разрешается обращаться в суды только по поводу уголовных преступлений и превышения обычных размеров арендной платы. А во всех остальных случаях вот все местные проблемы должен решать их вот господин. Ну вот сеньор и вассал здесь уже гражданства государства нет, гражданских прав нет, вот функций регулирующих правом вот всякие конфликтные ситуации нет, кроме вот уголовных. Ну и то мы видим решалось это быстро и коротко. Тут и разбойников укрывали, были в армии тут желающие вершить все действия, которые заказывались соинтересованными лицами. и в такой обстановке различные мелкие распоряжения в римском законодательстве, например, 326 год предписания возвращать городам общественные земли, чтобы сдавать эти земли в аренду, чтобы эти земли обрабатывали и приносили доход. Конечно, вот эти мелкие распоряжения не давали эффекта, не выполнялись, и на глубинном уровне мы затронули сейчас те явления, которые связаны с состоянием производительных сил и производственных отношений. Вот таким философским обобщением закончим сегодняшнюю беседу. Она длилась 1 час 22 минуты. Продолжение следует...